Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Каждый раз, возвращаясь с работы домой, мой маршрут пролегает мимо Дома-музея Павла Петровича Бажова. И каждый раз я все больше задумываюсь о личности писателя. Что я знаю о нем? Что я могу рассказать о нем своим детям? А что я могу рассказать зрителям, которые, быть может, ни разу не слышали имя Бажова и не читали его сказов? Из таких мыслей и родилась идея сделать программу о необыкновенной личности Бажова и его удивительной судьбе. Мы сегодня находимся в доме, где Павел Петрович жил, где, в общем-то, были написаны все его произведения и сказы, которые во многом определили представление об Урале, были написаны здесь. Тоже такой Павел Петрович Бажов. Но вот зачастую представление о Бажове сводится к тому, что это некий бородатый дедушка, который написал сказочки удивительные, совершенно непостижимые, они явно с каким-то тайным умыслом или каким-то подтекстом. И старичок такой с необыкновенной судьбой, но, в общем, он таинственный какой-то. В самом деле, хочется очень... Вот это представление, возможно, оно и полезное. В общем, оно вызывает интерес к Павлу Петровичу. С другой стороны, оно, конечно, требует корректировки, потому что Павел Петрович был, ну, обычным человеком, совершенно удивительной судьбой, человеком, любящим людей, крайне ответственным, который пережил множество совершенно событий самых разных. И страшные были в его жизни события. Он и детей терял, и там войны, революция, гражданская война, эти события, в которых он принимал участие. Ну, не как солдат, опять же, но, тем не менее, он активное участие, как общественный работник принимал. Бажов любил и людей, и культуру, и место, где он живет. Но эта любовь не была эфемерной. Она выразилась в том, что с юных лет он стал изучать культуру Уральского края. С юных лет он стал любопытничать, а что же это за место, а как об этом месте говорят старожилы, а как они рассказывают об истории этого места, а как можно сравнить то, что рассказывают старожилы, с теми фактами, которые мы находим в архивах. То есть у него было два основных источника. И они, в общем, привели к тому, что Павел Петрович, во-первых, он прекрасно знал Урал, а во-вторых, его талант вразился в том, что он стал писать сказы. Бажов не писал сказочки для деточек. У него сказы очень сложные, в общем-то люди тоже понимают, что тексты довольно-таки непростые. А для детей Бажов написал, прямо думая о детской аудитории, прямо специально для них, создавая серебряное копытце, огневушку-поскакушку, голубую змейку. Такие самые светлые, добрые сказы в творчестве Павла Петровича. Но если мы берем все 55 текстов сказовых, которые он написал, то в каждом сказе есть некая доля исторической правды. Обязательно. В любом сказе. Это месторождения, это люди, которые работают, то есть он иногда берет прототипы, настоящие мастера, которые жили на Урале и творили. То есть такие примеры есть. Это география, она тоже абсолютно прозрачна. Это некие исторические события, например, завоевание Ермаком Сибири. Вот тоже он отталкивается от него и создает свой сказ. То есть в сказах есть доля исторической правды, и он как бы показывает своеобразие уральского края. Вот что вспоминает сам Бажов о том, как он начал писать. Я сидел в это время в крестьянской газете, в отделе писем. Пришли ко мне. Ты напиши что-нибудь об Урале. Не шуточное дело. Да что-нибудь. О сосерских заводах могу. Согрешил книгой. Впервые со мной случилось. Показалось удивительно легко. Над словом не думал. Запас был. Писал так, как у нас говорят. Когда пишешь на материнском и отцовском языке, да о том, что сам видел, легко. Встает картина. Календарных дат не надо. Сблизить понятия, сопоставить. Книга эта меня и погубила. Отсюда все и пошло. И он создает прекрасную иллюстрированную иллюстрацию уральской жизни. И так получилось, что не все, естественно, знают Бажова. Далеко не все читали сказы. Это все очевидно совершенно. Это неплохо, нехорошо. Просто, ну, это факт. Но некие представления об уральской земле, если человек слышит об Урале, то зачастую что первое приходит на ум? Что здесь камней много, да? Горы старые, камней много. Здесь какие-то странные люди живут, которые эти камни обрабатывают. Мастера. Ну, Данила Мастер, да? То есть он в сознании большинства людей так или иначе присутствует. Могут не связывать его с Бажовым, но вот какое-то мастерство на Урале, оно, в общем, ассоциируется с нашим краем. Вот. Это, что еще? Ну, природа такая таинственная, да? Она непростая, очень край суровый. И, в общем, это в сказах тоже показано. И взаимодействие человека с этой природой, с этой стихией, на которую он пришел, да? И которую, в общем, стал покорять в какой-то степени, потому что, естественно, люди приходили, осваивали. Там Дон Ашеры здесь жили, естественно, много свидетельств. Да, там историки могут об этом рассказать прекрасно. Русские там в 16-17 веке начинают осваивать. То есть вот эта вот попытка присвоить эту богатую землю, потому что она действительно территория очень богатая. Вот. Бажов, получается, в сказах вот эту вот всю игру и сумел показать. И таких авторов, в общем, не так много в мире, которые, любя свой край, смогли, в общем, показать его особенности, его прелести, его тайны в какой-то мере. В Екатеринбурге Павел Петрович прожил около полувека. Родился же он в Сесерти. Там прошло его счастливое детство. Вообще Бажов родом из Сесерти. Тут надо немножко сказать про его отца. У отца был довольно откровенный характер. Он стеснялся высказывать все, что о людях думает. И ему дали прозвище Сверло. Это в народе его Сверло звали. А начальство, естественно, такое качество у него не очень терпело. Потому что начальство мог что-нибудь такое скабрезное сказать, неприятное. И существовала такая практика. Время уже было не крепостное. То есть как-то нужно было наказывать. Но, в общем, все-таки усмирять свои возможности. В общем, существовала такая практика. Она называлась проветривание. И отца Бажова либо его увольняли с Сесерского завода, и он вынужден был искать место другое, но в пределах Сесерского горного округа. И это, в самом деле, очень понятно, потому что, а куда ему ехать? У него семья, да? Куда он поедет? До Екатеринбурга. Но в Екатеринбурге все места заняты. В общем, тут сложно найти работу. Куда-то еще. В общем, это все опасно довольно-таки, тем более, когда ребенок есть. Поэтому он вынужден был искать. В пределах Сесерского горного округа там пять крупных заводов, и небольшие еще были. Но в Сесерте, наверное, все-таки, поскольку центральный завод, условия были получше. Но отец Бажова пожил на всех заводах Сесерского горного округа, естественно, с маленьким Павликом. Поэтому Павел Петрович в детстве понаблюдал за разной жизнью на заводах. Как мастера отца Бажова ценили. Поэтому его спустя некоторое время, в зависимости от того, что было сказано, проветривание могло длиться год, два, три, там, ну, страшно он сказал, его возвращали. И он снова жил в Сесерте. Поэтому Бажов родом из Сесерти, но пожил на всех заводах Сесерского горного округа, в том числе Полевской. Полевской для нас важен, потому что большая часть сказок, больше 20 из 55, они связаны именно с Полевским. По крайней мере, там Полевской и Сесерть, вот эти вот места. Бажов ходил в школу при заводе. Сесердская школа при заводе, она, заводская вот эта школа, она была трехлетка. То есть три года мальчиков обучали. Чему обучали? Читать, обучали, писать, обучали, считать и чертить. Черчение очень важный был предмет, потому что на заводе он необходим, да? Если мальчики хорошо пели, то, естественно, их могли в церковный хор отправить. А после третьего класса шло распределение по заводам. Мальчишки становились подмастерьями. Бажов был единственным ребенком в семье. И родители, в общем, они думали, что может получиться, когда по-другому думали, что вот в пудинго-сварочный цех к отцу пойдет. Ну, как бы логично, да? Так все поколения было. Но в третьем классе на мальчика обратили внимание. Произошел такой забавный случай. Проходили творчество Пушкина и Бажов, учителя, который был одновременно библиотекарем, по-моему, даже директором школы. Тут я могу немножко ошибиться. Вот. Бажов попросил у него почитать томик стихов. Взял. Учитель ему дал и пошутил. Ты, Павле, когда выучишь, приноси назад, я тебе второй том дам. Не исключено, что у учителя было шеститомное собрание сочинений Пушкина. Бажов, десятилетний, шутку воспринял всерьез. Ну, мальчик еще шутки, да, не очень понимает. Он пошел учить. И справился через некоторое время. Ну, не знаю, сколько времени прошло, но что-то не отточнял. Где-то, может быть, месяц иногда в некоторых источниках звучит. Вот он пришел на честных условиях сдавать, получать следующий том. Наверняка учитель уже забыл о такой своей шутке, да. То есть он, естественно, опешил. По сосерти стали ходить легенды о мальчишке, который все Пушкин, он за Бог знает. У Павла Петровича была просто великолепная память. Он схватывал моментально. Естественно, он знал не только Пушкина, но просто вот этот том стихов, он сыграл свою роль. Потому что тут на мальчика уже всерьез обратили внимание. Поговорили настоятельно с родителями, порекомендовали мальчика отправить учиться в Екатеринбург. И это совершенно нераспространенная ситуация. Мальчики заводские обычно оставались на заводе, потому что это рабочая сила, куда их отправлять, да. Его возможности вообще не было у родителей. Поскольку Бажов был не с ребенком в семье, у родителей была такая возможность. Его отправляют, он поступает здесь в духовное училище. Самое доступное учебное заведение на тот момент. С легкостью проходит экзамены, сдает и учится здесь. От каникул до каникул Павел самостоятельно жил и учился в Екатеринбурге. Но был у Бажовых в Екатеринбурге знакомый ветеринарный врач Смородинцев, который предложил родителям Бажова поселить мальчика на время к нему. Тогда, как у остальных учеников было очень строгое расписание, их не отпускали гулять, и был даже инспектор, который надзирал над ними. Бажов жил у врача Смородинцева. И у него какая обязанность? Вовремя к обеду прийти. А вот время до обеда, после учебы до обеда, часа три свободного времени. И он, естественно, бегал по городу и смотрел, знакомился с Екатеринбургом. Это же для него было совершенно новое место. Мальчик из завода приехал, тут город, столько о нем слышал всякого интересного. Что тут железный круг есть. Что такое железный круг? Это вот железная дорога появилась, ее там открыли. Не так давно он бегал смотрел. Но это уже посложнее было все-таки, перемещение до вокзала далековато. На всяком случае, по центру он бегал смотрел, а Смородинцев на визе жил. Тогда виз не был чертой Екатеринбурга, но тем не менее рядышком. Вот. И Смородинцев-то был еще и краеведом. То есть у него основная работа, он ветеринар, а по интересам он был краевед. И он состоял, он был членом УАЛЕ, общества любителей естествознания. И у Смородинцева, естественно, собирались краеведы, которые тоже входили в УАЛЕ. И обсуждали они вечерами свои находки из архивов. Тебе представьте, что любознательный парнишка слышит разные интересные истории о взрослых людей, которые рассказывают, что же тут в городе происходило, ну, в общем, происходит в какой-то мере, да, анализируют. А мальчик, у него свой опыт, он тоже знакомится с городом. Просто тут вот он слышит какие-то истории о старом, да, вот его непосредственное знакомство происходит. Итак, лет с 10-11 Бажов слышал все эти невероятные истории из уст краеведов, которые навсегда запали ему в душу. Параллельно с этим, когда Бажов приезжал домой на каникулы в Полевской, там он общался еще с одним удивительным человеком по прозвищу Дед Слышка, который был сторожем на Думной горе. Дед Слышка был совершенно талантливейшим рассказчиком. То есть вокруг него полевчане собирались вечерами, слушали его истории, вот у него уже прямо, ну, сказы шли, да, то есть он истории. Причем он их менял в зависимости от аудитории, например. Была аудитория, которая ему была привлекательна, да, это рабочие. Была аудитория, которую он очень любил, Бажов пишет, что если там начальство приходило, то он такие вещи рассказывал, что просто, ну, слышать их не хотелось, что он рассказывал, не то, что там передавать, да. Вот, то есть там детскую аудиторию любил, но говорил, ну, я же вам не сказочки на ночь рассказываю, то вы к бабушкам своим идите слушать, там, свои сказочки, да, вот. А какие-то сказочки вам, мол, еще рано слушать, да, но это уже другие вещи. И Бажов заинтересовался историями дедушки Слышка, то Василия Хмеленина. Василий Хмеленин, о нем Бажов написал сказ, называется «Нетяжелая витушка. Эпизод из жизни Василия Хмеленина». Вот, и Василий Хмеленин – это просто рабочий, который и золото мыл, и в шахте работал, и камушки искал, он все под такой обычный полевского рабочего, но талантливейший рассказчик. И Бажов, естественно, проникся его историями, наверняка заинтересовался местом, где он время проводил. И этот детский интерес, он никуда не пропал. То есть, когда Бажов повзрослел, он начинает изучать. Причем, как изучать? Ну, архивы, понятно, туда надо прийти, если не смотреть и читать. Вот, а он путешествовал, и вот эти вот путешествия просто были поездки. На велосипеде до Карпинска доехать, там, в заводы изучить, что там люди про эти заводы рассказывают, что у них в сознании сохранилось, да, как они передают. Вот, то есть, его интересовали совершенно конкретные места, он, да, доезжал. То есть, вот этот детский интерес и детский опыт, он, в общем, наверное, определил во многом. Во многом то, к чему Бажов в результате пришел. Игры, забавы, рыбная ловля, походы за грибами и ягодами. Сначала в Сесердском, потом по леском заводах. Сказки дедушки Слышка, лес, как дом, пруды и речки, как друзья и помощники, окружали Павла Петровича в детстве. Учеба в начальной школе, чтение книг постепенно открыли перед ним мир, более широкий и интересный, чем тот, который он знал, и который кончался за дальним берегом пруда и синеющим вдали лесом. Он узнал, что на свете существуют дальние страны, большие города, перед ним открылся прекрасный мир поэзии. «Если бы не Пушкин, я бы так и остался заводским пареньком с четырехклассным образованием», – рассказывал Бажов. Вот такое огромное влияние оказал Пушкин. Предмет поклонения, восхищения и удивления. В следующий раз мы продолжим говорить о жизни Павла Петровича, как он учился в духовной семинарии, какие книги там читал и был ли верующим человеком. А на сегодня это все. До свидания.